Погода на Радоницу всегда мокрая, говорят люди, но чтобы и северный ветер пронизывал насквозь и везде лежал снег, такого не помнят. Это невозможно, такой холод. И уже и сомневаешься по возрасту, думаешь, ну как-то все равно, все равно тянет. Подсохло только в солнечных местах, в остальном доступ затруднен. Народу немного по сравнению со всеми годами, сегодня мало народу. Вообще я такого не помню, лет 10 торгую и не помню ни разу такого года. Холодно. Заведущая кладбищем говорит, что случается такое не в первый раз. Все же в Сибири живем. Было одно время, тоже было в апреле, даже еще раньше, чем теперь. И вообще лежали сугробы. Люди просто не могли пройти вот так. С дороги на сугроб ложили цветочки и уходили. Было, но это матушка природа, Сибирь наша. Несмотря на погоду, все рейсовые автобусы до кладбища были забиты до отказа. Традиция оказалась сильнее обстоятельств. Я в субботу была, прибиралась, но еще снег. А так, слава богу, все хорошо. Плохо, что батюшки нет на кладбище. Я писала, звонила туда. Может, еще будет? Не-не-не-не-не. Все уже сказали нет. Раньше-то как было хорошо. Придешь, панихиду здесь отслужишь и свечки возьмешь и все. А вот уже два или три года вообще никого не бывает. 99-й год. Вот с середины 99-го. Следующий журнал. 2005-й год. Сегодня в администрацию кладбища люди заходят часто. Заведующая держит на готове архивные записи. Если человек был захоронен и была надпись, то это не проблема найти. А если, конечно, он заброшенная могилочка и без надписи, то это уже очень сложно. Как ее определить? К сожалению, рассказывают заведующие в теме стало много жителей умирать от рака, от сердечных заболеваний, в том числе молодых. Хоронят примерно по 60-70 человек в месяц. Во время пандемии это число увеличивается вдвое.